Здравствуйте! Кефир, йогурт, квашеная капуста, сыр, соевый соус – все эти продукты объединяет то, что они претерпевают впечатляющие метаморфозы, прежде чем попасть на наш стол. Полезны ли такие продукты и можно ли их есть постоянно? Фактически ферментация – это брожение, изменение химического состава, структуры и других свойств продукта в условиях отсутствия доступа кислорода. Этот процесс могут запускать собственные ферменты. В других же случаях для получения ферментированного продукта к сырью нужно добавить микроорганизмы, ну, например, дрожжи для приготовления теста или шампанского. В процессе ферментации органические вещества, такие как сахар и крахмал, расщепляются, при этом выделяются этиловый спирт, углекислый газ и другие продукты. Ферментацию обычно используют для получения принципиально новых продуктов, например, алкогольных. Известны древнейшие напитки из меда, риса и фруктов. Ферментация же мяса улучшает его вкусовые качества, делает его более мягким и увеличивает содержание глутаминовой кислоты. Ферментация также может видоизменить продукт. Острый свежий чеснок становится черным, сладковатым и утрачивает резкий аромат. Простокваша, йогурт, квашеная капуста, а также сыр и соевый соус – это ведь продукты, тоже полученные в результате ферментации. Насколько же полезны или вредны ферментированные продукты? Все зависит все-таки от самого продукта. Красное мясо, подвергнутое ферментации, все равно остается красным мясом, потребление которого все-таки рекомендуется сокращать. Об алкоголе и говорить нечего. Безопасной минимальной дозы вина или пива не существует, как говорят. Вместе с тем кисломолочные продукты – кефир, простокваша, йогурт, а также квашеная капуста, моченые яблоки – те же, которые подвергаются молочнокислому брожению. Они признаются полезными. В них содержатся пробиотические бактерии, которые положительно влияют на микробиом кишечника. А отклонения в микробиоме, в свою очередь, связывают с развитием хронических заболеваний, воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте и проблем с сердечно-сосудистой системой. Пробиотики могут помочь переварить клетчатку, а кисломолочные продукты станут хорошей альтернативой цельному молоку в случае лактозной недостаточности. Во время ферментации лактоза расщепляется на глюкозу и галактозу, то есть кисломолочные бактерии делают то, с чем не справляется сам организм. Важно, конечно, понимать и помнить, что ферментированные продукты – это не лекарства. Их главное назначение – помочь составить полноценный и разнообразный рацион. Ферментированные продукты имеют очень давнюю историю. Издревле наши предки использовали ферментацию как способ обработки для того, чтобы на длительный срок сохранить цельность и ценность пищи. В последние десятилетия полезные свойства ферментированных продуктов получили научные подтверждения. Но всегда стоит помнить, что у медали есть две стороны, и что полезно для одних людей может оказать отрицательное влияние на других. Любая ферментированная еда, как правило, имеет кислую среду, а значит, такие продукты усиливают выработку желудочного сока, поэтому они будут полезны людям с пониженной кислотностью желудка. А тем, у кого есть предрасположенность к повышенной кислотности или язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, желательно быть осторожнее с этой группой продуктов и воздержаться от них хотя бы на период обострения. Субтитры создавал DimaTorzok